завершает русскую портретистику серебрякова а вот венчает русскую портретистик то есть возлагает ей на голову венец никто-нибудь а козьма сергеевич петров водкин козьма сергеевич петров водкин ну естественно мы все называют кузьмой хотя он козьма мы с вами говорили о петрове водки не на стриме был такой стрим посвященный петрову водкина и помните мы рассуждали тогда что он обоживает своих персонажей обоживает своих персонажей за счет чего за счет разных приемов прежде всего за счет знаменитой сферической перспективы которая создает ощущение сверх бытийности сейчас мы не будем на это тратить время за счет специфического необычного колорита но он создает не портреты как таковые не художественные образы личностей он создает художественные образы святости то есть как в иконе это его специфический подход у него иные приемы он не калькирует изографию у него свой собственный подход опять же к великому сожалению который не смог конвертироваться в метод вот уж как старался я забегаю сейчас вперед пол николаевич филонов конвертировать свои системы органического роста в метод не получилось уж хотя он расписывал там все с математической точностью и учил ребят молодых людей там татьяну николаевну глебову в частности ничего не вышло метод не прижился он был доступен только ему одному вот метод барокко универсален он доступен всем а вот метод филонова мы об этом будем говорить нет не все также и петров водкин за счет чего он достигает вот этого ощущения абсолютной нравственной чистоты что собственно является одним из базовых критериев святости человек неизвестно это остается загадкой его портреты это не портреты это даже не художественный образ личности его портреты это лики лики я полагаю что комбинируя специфический колорит и сферическую перспективу создающую ощущение сверх реальности и плюс к тому такой хитрый прием как реколорайзинг перекрашивание прием реколорайзинга это вообще фишка экспрессионистов немецких но в частности франца марка но например знаменитые синий всадник помните да художественная команда художественная банда синий всадник это синяя лошадь на которой скачет синий наездник так вот синяя лошадь это выдумка франца марка франц марк один из главных действующих лиц этой компании синий всадник франц марк и василь васильевич кандинский вот они собственно говоря отцы основателя этого художественного объединения синий всадник так вот почему он синий сам франц марк говорил что он красит лошадь в тот тон который ему нравится для того чтобы подчеркнуть значимость лошади не для того чтобы выпендриться и чтобы потом ломали голову и говорили ах что хотел сказать художник а для того чтобы подчеркнуть значимость лошадь вот вот этот прием реколорайзинга он часто используется петровым водкиным все-таки у петрова вот водкина какие-то элементы методологии присутствуют что в общем ценно ими можно воспользоваться потому что если мы возьмем ближайших портретистов это конец девятнадцатого столетия репин и сиров там не за что зацепиться там все только на таланте метод там не идентифицируется у серебряковой тоже практически все на таланте но хоть какие-то элементы методы у петрова водкина ну так примерно порву примерно половина это его дарование никуда от него так сказать не денешься а половина это все-таки метод а метод заключается в сферической перспективе и в реколорайзинге вот как в этом примере ну совершенно очевидно что несмотря на то что работа называется в петрограде написано 1918 год в петрограде так называется эта работа да но несмотря на это мы с вами прекрасно понимаем что здесь аллюзия к богородице с младенцем это все понятно но бог с ней с этой аллюзии это слишком просто и это слишком поверхностно это все-таки женщина петербурженко петербурженко петрограженко так скажем да вот но ее лицо это лик и вот не был бы он ликом если бы дом позади нее не был сине-фиолетовым тогда мы никогда не красили в петербурге это реколорайзинг петрова водкина но именно он создает симультантный контраст смысловой прежде всего прежде всего смысловой и лицо этой девушки с ребенком с мальчиком превращается в лик именно в лик неизвестный святой не прославившийся никакими никаким житием никакими деяниями но это лик то есть элемент божественного элемент обожения в каждом портретируем у петрова водкина имеет место в каждом вот это на мой взгляд венец русской портретистике венец потому что подводит русское художество к фундаментальной западной идеи западной подчеркиваю идея того что мир обожен люди обожены и люди по сути своей святой что в общем является антитезой восточной восточно христианской идеи что этот мир это юдоль страданий который нужно поскорее покинуть об этом глубже и подробнее мы говорим на курсе по национальному искусству в частности на занятии по греции сейчас не будем отвлекаться именно поэтому я считаю что портреты петрова водкина это венец русской портретистике вот если портреты серебряковой это финал то портреты водкина это венец поэтому чьим творчеством венчается русская портретистика так звучит вопрос правильный ответ кузьмы петрова водкина кузьмы петрова водкина что мы видим в портретных работах кузьмы петрова водкина что мы видим правильный ответ святость святость вот это очень важно причем я хочу обратить ваше внимание друзья на то что критерий святости критерием святости не является набожность критерием святости является нравственная чистота человека ну понятное дело что мораль и нравственность повсеместно путают эту уж к бабке не ходи поэтому мне придется немножко позанудствовать мораль это комплект правил поведения а вот в обществе в том или ином социуме а нравственность это внутренний закон внутренний закон и этот внутренний закон предполагает прежде всего нравственную чистоту что такое нравственная чистота человека это жизнь по правде жизнь по правде то есть в соответствии с этим дарованным тебе внутренним законом или развитым тобою внутренним законом вот когда чехов по капле выдавливал из себя раба он в том числе делал себя нравственным человеком нравственная чистота это и есть условия святости моей жизни встретилась мне на пути несколько совершенно святых людей совершенно святых они были бесконечно далеки от святошества и остаются бесконечно далекими от вообще религии один так просто атеист но человек кристально чистый нравственность и я обратил внимание на то что он пожилой ему уже к семидесяти я обратил внимание что мы знакомы с ним с семьдесят девятого года ну значит 40 лет мы с ним 41 год с ним знаком и я обратил внимание на то что за этот сорок один год я ни разу не слышал от него ни одного слова осуждения в чьей-либо адрес ни одного то есть это просто исключается то есть он если осуждает он осуждать человеческий поступок может гневно осуждать очень громко разговаривать и размахивать руками вот это вот проявление святости и петрову водкину удается показать нравственную чистоту человека и вот в этой картине после боя и в смерти комиссара от 1928 года фрагмент который долгое время сейчас оставался на экране вот он создает как и в иконе художественный образ святости это очень важно но не изографическими средствами а своими собственными водкинскими средствами при этом вот великое дарование быть лапоть лаптем он же лапоть совершенно необразованный мужик вот то есть он там ошибки у него всякие разные встречаются это не принципиально вот дано ему и внутреннее нравственное чутье ему тоже дано